о ты обжарщик малый бизнес зерно бабло ростер посыпался все посыпалось сколько времени был пожар не помню понял что очень быстро типа загорелась потом по камерам смотрели за 40 секунд все помещение уже было задымлено обжарщику борода шапка дает плюс к левелу так еще татухи на руках тут смотрите смотрите какой рукав сейчас тут добрый день ладно я пробовал тертела очередь всем добрый день мы опять у гостях у джемини кофе ростерс и на канале кофе блог наш очередная рубрика будни обжарщиком сегодня с нами дмитрий и анатолий для начала давайте познакомимся узнаем кто когда начать жарить как пришел в это дело какой путь прошел чего достиг раскрыть и сколько тонн кофе каждый из вас обжарил или обжариваете в месяц не насколько этот он мы пожарили определен ты бы классно в политике сколько лет сколько лет вы уже жарите кофе я почти три в конце июля будет три два с половиной тоже около трех да и все это время вы жали кофе на джемини я да я нет я до этого работал в львийской копальни кавы там год если сравнить опыт твой из львийской копальни кавы и в джемини это совсем разные вещи в этом плане что там больше декорация или все-таки там тоже вот там вообще не декорация то есть она создает ощущение как бы вау-эффекта вот такого шоу абсолютно серьезная обжарка с хорошим зерном я когда-то искал в ю-тубе какие-то ролики про львийской копальни нашел какой-то старый ролик там не знаю там то ли хаз гарантий то ли топпер был ростер и обжарщик в охладителе высыпал кофе у него что-то там смешалка и было он стоял ложкой помешал я думаю что то ли ростер у них там не рабочий была такая история или это применит вот реально видел старый ролик там ложкой такой здоровый а половником ким-то там стоит мешает кофе не при мне точно нет я запомнил а до обжарки вы как в кофе вообще пришли с какого года вот именно работаете с этим продуктом я с 15 но вот я помню что три года бариста отработал потом тренером это еще опять же во львове все фесте было одновременно с тренерством там с кофе мишна открывался то есть меня там частично тоже задействовали а потом его обжарку ушел я года с 11 занимаюсь кофе с разными перерывами думаю не секрет что каждый кто занимается кофе или каждый занимается или работать в ресторанном бизнесе пару раз пытался из него сбежать я не исключение попыток у меня было трипс они не увенчались успехом тянет все-таки обратно у меня ловили сетями и затягивали обратно вот но да с 11 года начинал с бариста еще с коммерцией кофе бонди туда же волосы какой-то коллега кто такая лена середа что такое sky вообще я застал еще эти святые времена когда люди молились на желтый бурбон пытались пожарить как будет естественно получалось с переменным успехом но именно что вот продукт был такой вид один в один конечно же нет конечно же нет за другая страна это другая высотность все другой обжарка другая зеленка друга невозможно фейкнуть какую-то даже очень хорошую либо очень плохую коммерцию любые крайности любой кофе с другого с другой стороны фейкнуть в один в не много нюансов можно сделать что-то похожее похожее по вкусовому профилю по характеристикам по составу похожие до один в один конечно нет нужно работать на заводе бонди и жарить бонди чтобы фейкнуть бонди занимаешься каждый божий день ты выехаешь свыже кофе ты продавал работал баристой варил бонди потом какие еще были этапы вот на твоем пути к обжарке в том у меня был этап когда я отбирал зеленку когда я пробовал заниматься импортом зеленку зеленки в украину какой компании это была компания нуара вот сейчас у них крутой ребрендинг конечно называется по-другому и собственно них все получилось слава богу вот собственно туда же и ушел было на первое скажем серьезная кофейная работа с работа бариста она серьезная на классную на не системное не фундаментально первая фундаментальная работа в кофе это было краснула попробовали завозить зеленку строили производство наращивали объем это все было очень круто очень романтично так получилось что за 14 месяцев с 600 килограмм своей обжарки мы вместе как компания выросли 20 тонн собственно это было круто до 20 тонн месяц какого кофе от разного разного ну в основном коммерции дата ну почему не да у коммерции ряд своих неоспоримых преимуществ коммерция дает вал вал дает лучшие условия вал дает узнаваем что угодно коммерция это не зло коммерция это просто еще один путь к тому чтобы прийти к чему-то хорошему и качественно но иметь при этом бэкграунд назад сзади но при этом качественная коммерция тоже это искусство конечно коммерция это искусство да да скажите сейчас на данном этапе за за что вы отвечаете в компании джемини какие роли на вас положены у меня это больше контроль качества входной продукции то есть тестирование зеленого зерна понимание то ли нам приехала что нам присылали в образцах с каким качеством она приехала и тестирование уже и обжаренного кофе и готовых купажей то есть все что к нам пришло надо протестировать ну и все что мы производим тоже надо протестировать то есть дабы минимализировать риски какие-то испорчен некорректных этапов да то есть чем потом разгребать проблемы которые могут быть которые уехали лучше их как бы пересечь еще на производстве и уже решать как можно технологии тоже разные бывают сенсорные технологии так сказать дмитрий у меня полностью направление моносортов начиная от отбора зеленки заканчивая профилями обжарки планирования обжарки наполнением склада все полностью все это направление также отбор зеленки поставщиков для основной линейки для основного производства составление купажей и дальше с анатолием контроль качества то жарили какой кофе вот самый какой-то уникальный жарим может какой-то там супер дорогой может какой-то супер редкостный было то какая-то обжарка которая вот запомнилась и при каких-то там разговорах между обжарщиками там вот я там жарил такой-то кофе или какой-то случай может курьезный было когда в восемнадцатом году ездили на выставку в амстердам он тогда кроссфест привез первые образцы была никарагуа 1 который в принципе мела неплохие баллы ничего особенного обжарки она просто даже на вкус не было никакого кофе там такая чистая смородина была вкусная договорит просто ну вот такой курьез был что вот этот кофе которого ничего не ожидал просто взрыв такой вкусовой на самом деле затрудняется ответить потому что интересный крутой кофе приходит постоянно постоянно жарим так или иначе то есть из последнего что нас пришло это прошлом году наши боссы ездили в латинскую америку отобрали никарагуа марокатуру фермерскую очень крутая супер классно значит нам пришло мы ее жарим она прикольная вкусная прошлый год у нас за финалился натуральной кении был период пару месяцев когда у нас у единственных в прайсе была натуральная кения в принципе единорог вот ну не знаю кофе много много классного и крутого поэтому заострить внимание на кому-то одном а скажи обжарка можно считать вот обжарку это какой-то следующий этап развития баристы это две абсолютно разные самодостаточной профессии плюс они очень разные по своей специфике то есть если бариста постоянно общается с гостем он пытается добиться вкуса в чашке уже вот непосредственно здесь и сейчас да уже заложены плюс него постоянно к это движуха вечеринки люди и все они ходят все они с ним общаются никогда отвлечься на свои мысли то это одна история у обжарщика история совсем другая работа обжарщика я считаю достаточно сложная работа психологически потому что вы весь день сидите возле ростера контролируйте что происходит у вас зерном при этом не забывайте что у вас я думаю я не открою секрет что процентов 70 рынка работает на газу и тем более на баллонах то есть у тебя где-то там еще стоит условное 100 литров газа который если что-то пойдет не так нужно успеть перекрыть если ты не успеешь перекрыть это все улица в очень плохую историю и в принципе ты постоянно наедине со своим процессом и со своими мыслями и вот это как раз сложно ну скажем так как бы как по мне если ты работал бариста потом обжарщик как у нас то это офигенно это офигенно опыт потому что ну как бы это очень помогает в понимании въехания в обжарку то есть как бы хорошо ты как бариста ты просто достаешь из зерна максимум что задалось на ферме потом обжаркой обжаркой ты вот как раз задаешь то что должен бы там будет делать бариста типа сразу что накрывается вопрос существует ли значит ну не конфликт а вот между баристой и обжарщиком когда бариста говорит ты пожарил не так как надо обжарщик говорит да ты там по-моему можешь подобрать конфликта нет потому что априори везде виноват обжарщик по словам бариста поэтому обжарщики ходят с ножами ага а у тебя с собой есть но бариста не спорь опять же если бариста заявляю что какая-то проблема в обжарке у меня как у обжарщика первый вопрос какая проблема он плохо пожарен почему он плохо варится что в нем не так варится ну давай ты такой умный рассказываю что он плохо варится расскажи пожалуйста почему чем ему не хватает на хода тело кислотности сладости экстрактивности не можешь рассказать супер иди сюда давай варить да да супер иди сюда давай варить вместе пить и вот и сейчас пей вот сразу здесь говоришь что не так да по факту если проблема таки есть мы на этом сошлись договорились поняли услышали друг друга нашли и правильную точечную тогда начинается уже взаимная работа то есть обжарщик исправляет были свои ошибки бариста начинает анализировать кофе уже немножечко с точки зрения техники что именно идет не так в этой чашке изначально не просто вкус не вкус не признать что-то что не так ну как бы это больше конечно человеческий фактор в принципе реально да когда там что-то не так пожаренным да вот бывает но когда это просто понимание того что человек не знаю как с этим работает но при этом виноват не он ну потому что признать в данном случае что ты не знаешь вот они не все могут то есть вот как говорит дима там обжарщик ищет у себя проблемы такие баристы надо еще дальше работу трубить потому что это вот не его я понял почему почему ты говоришь что нет проблемы между обжарщиком и баристой потому что во первых ну вашем случае обжарщик это когда-то бариста с каким-то опытом плюс ножиком кармане и во третьих бариста который жалуется на кофе он там обжарки ничего не смыслит ну скажем так обжарщик должен уметь сам сварить вкусно бариста должен подарить очень много времени чтобы пожарить вкусно и он уже станет должен подходить к ростеру в принципе опять же таки все должно строиться на взаимной работе ну то есть люди не идеальный обжарщик может ошибиться иногда пять секунд чего бы то ни было на любом из этапе обжарок решают очень сильно в чашке на 500 килограмм в день ничего такая голова да да поэтому но если есть фидбэк он объективный проблема понятная можно решать если фидбэк не объективный проблему из него выявить невозможно соответственно решите тоже невозможно поэтому все строится на взаимодействии есть проблема давай и найдем давай определим в чем проблема давай и решим не знаю мне мне никогда вот не было такого что там пожарил прокатил и по класс вот это типа идеальная обжарка я все равно буду думаю что блин можно было да я же тоже что нет идеала нет абсолютно работа с кофе работа с обжаркой работа с формированием вкус это постоянно поиск чего-то лучше сегодня пожарил папилонт кому хорош но можно дотянуть кислотности еще раз пожарил опять же это все в рамках стабильности даже в рамках 1 1 профиля можно плюс чуть-чуть двигаете смещать акценты во вкусе сейчас будет одинаковой температуры выгрузками одинаковые экстрактивным одинаково вариться условно таки мы не берем мелкие нюансы чуть подстроить помол не значит что кофе варится по-другому нет просто чуть построить помол это здравые спорта вспомнилась минус тот же фестовский когда через полтора месяца он открыл зима вернувку словара месяца кофе очень даст хотя многие кричат очень важный вопрос сразу сразу по поводу полтора месяца по поводу сроков хранения потому что зачастую обжарщики сталкиваются с тем что клиент хочет всегда кофе который вот вчера пожарен был и ну мы видим как активно сейчас продвигается значит но реклама того что там кофе с роста прям чашку только свеже обжаренный кофе двухнедельный это в мусорку если проблема с этим были ли вот фидбэк от клиента что там вы прислали там месячный эспрессо и вам жалуются что это не свежий кофе или там двухнедельный фильтр и там тоже вы что там сколько вас обжарок очень важная штука в этом плане мне кажется образовывать таких клиентов но типа вы понимать потому что ну согласись то есть кофе ты пожарил там условно говоря сразу забаковал там окей с клапаном отвез клиента он пожарил а он у него каждый день меняется он его там строит каждый там условно говоря 55 чашек и нету процесса стабилизации процесса дегазации ну не прошел объективно если это эспресс это вот от двух трех недель до двух месяцев спокойно но опять же это пока он не теряет потенциал опять же тот лос-пинус от затерялась где-то пачка вот недавно нашлась которая была пожарена в конце июля ну и она просела я слышу в ароматике но она не стала невкусной или вот типа супер гипер окисленно не это фильтр это фильтровать нет если в большинстве своем говорить что вот два два с половиной месяца вот он уже так ощутимо и на ароматику и проседает но опять же это если не сильный он потенциальный от природы опять же каком кофе мы говорим если мы говорим о арабике свежей обжарки и так далее то в принципе моя жизнь это да это минимум 10 дней от момента обжарки и до трех месяцев за три месяца эспрессо фильтр с ним критически ничего не происходит три месяца как раз та красная черта когда уже нужно либо отзывать партию либо уже что-то менять ну то есть за три месяца кое с кофе при нормальных условиях хранения при правильном пакете ничего не случится хотя по госту девяносто седьмого года восемнадцать я просто буквально вчера поменяли было двенадцать вчера буквально читал в одной из кофейных групп парень обратился ребята помогите у меня старый кофе ну ему не помню то ли два ну возможно тоже читали то ли два то ли три месяца и что мне делать как не говорить я выбросить не могу но ему сразу там да это уже мусорку там выбрасывая его но эксперты подключились там этот никого это эксперты баристов вот я считаю что в данной ситуации стоит сделать для начала это открыть пачку и попробовать творить а потом уже бить в колокола суть в том что на этом этапе ну да там два с половиной три месяца но кофе уже догазнул максимально и вот он будет максимально чистым насколько вот он пожарен максимально одинаковым пока его не сварит из критически он легче может надо понимать занять закладку до поиграться с по это все понятно но говоришь что это мусор его надо выбросить ну нет ну как говорится у нас много столько экспертов диванных на который до до дом думал классно сидят типа все знают аргументированную ну то есть было пару раз такой момент что тоже там каких-то чатах начинал общаться ну просто есть такие вещи на которые не обращаю внимание а есть такие люди которые попадают в такое настроение когда вот не хочется прикопаться нет нет я никогда не хочу присадить я хочу на типа объяснить человеку что есть что вот суть которая правильно ну ты должна быть золотая середина то есть нет украины степо надо выкидывать или до вариву типа каждый день то есть везде можно найти какой-то компромисс и должна быть золотая середина в этом то есть и я просто за счет за счет знаний аргументировал человек то есть моя каждая фраза в чате это аргумент типа у него это просто типа мне пачка больше понравилось насколько актуальный вопрос от баристы к обжарщику по поводу свежести кофе и вот если конфликт в этом ну например там бариста обращается к обжарщику и ты мне отправил там несвежий кофе ну хорошо как там все же ему уже там больше месяца или там полтора месяца у нас лично был тоже момент мы отправили фильтр которому было сколько 12 дней 12 дней и нам человек написал ребят на якобы все понимаю возможно кофе и хороший но я рассчитывал на свежую обжарку как часто вы жарите возможно вы ну возможно вас не такая свежая обжарка вы что жарить этом раз в десять дней слушай ну есть хороший выход с этого ты просто берешь пачку кофе перед тем как ставить дату как бы ставишь тем днем которому она должна прийти клиенту ну плюс один день типа вперед говорит смысле двенадцатый у меня кофе за тринадцатый мы на шаг впереди автоматом прописать мы завтра к тебе приедем пожалеем же день не это как с повкорном положим микроболон до жарила сам был уже момент когда начали говорить о каких-то не то что неприятностях каких-то опасных случаях на обжарке когда про баллоны да там ты успеешь ли добежать чтобы перекрыть газ на вашем опыте что может происходило чего чем можно поделиться и уберечь там начинающих обжарщиков какие-то пожары какие-то там газовые утечки там не не знаю поломки ростера газовых утечек не было горе горели вот еще и на старой работе и тут тоже были нюансы но не было ни разу пожаров внутри ростера все было связано с вытяжкой то есть один раз еще на старой работе было возгорание кофейной пыли вместе шелуха начинал от лети просто подпалила осада который был в трубе вот там конечно сильно разогналась температура даже термоизоляция которая должна принципе не выпускать тепло на загорелась ну то есть там такой момент был что потом по камерам смотрели за 40 секунд все помещение уже было забыли ну то есть там очень быстро то есть как бы там напарник закрыл газ у меня не тушитель до сих пор на ключах типа к сувенирую ношу петлю с огнетушителя с первого пожара упоминание ну просто прикол мне я сюда такой прохожу огнетушитель смотрю на него днем чека думает интересно сложно вытаскивается нет она на таком адреналине уже я уже понял уже по сути когда у меня в руке надо всегда следить чистить никогда не пренебрегать чисткой вытяжки особенно потому что очень много потом может быть впоследствии как тушили туда куда вы тушите задували но у меня в том случае пропалил огонь конкретно же трубу подплавил сколько времени был пожар не помню не помню понял что очень быстро типа загорелась на самом деле там на все про все минутки две наверное оно прошло типа ну очень быстро как бы когда на всяких инструктажах по пожарной безопасности говорят что это все очень быстро ты думаешь мне нифига потом фига у нас фотка есть пожара какой-то дима бегал тушил опять же у нас гисен со встроенным циклоном поэтому естественно если начинает лечь шелуха то начинает лить под всем то есть внизу циклон сверху идет горелка и потом барабан с этих дверец уже начинает он с охладителя поднимает не с охладителя нет с охладителя он не поднимался немножко другая цепь с 2 рогда но естественно сзади с трубы с уже вытяжной с последнего двигателя тоже да мы справились за три часа и снова начали жарить охладить потушить охладить почистить собрать барабан барабана же нет то есть у него нет прямого контакта ни с дымом не с огнем внутри не доходит но дыменка сразу же лучше ну когда кофе кракетом дыма ходят но не не коптить же барабан вот но прямого здесь это шелухи никогда не был были моменты когда свет пропадал на каких стадиях обжарки уже в конце или золотое правило ставишь ростр ставь упс да у нас упс который держит 40 минут то есть где у нас есть время дожарить выгрузить и охладить возможно не полностью не в ноль то есть зависимость еще критические температуры уходить ну потому что чревато потом и деформация барабана это потом очень неприятная дорогостоящая история получается хотелось бы поговорить про каждый из этап обжарки что он нам дает во вкусе как мы можем там повлиять на будущий вкус кофе ну например там говорим о там сушке то есть в принципе до доелого вот эту стадию что мы можем сделать из кофе как мы можем его запороть каким образом или там что мы можем раскрыть как мы можем задать тонну в кофе то можно повлиять можно повлиять значит загружаем и ждем его я делал должен быть провели можем ждать чуть медленнее если ждем слишком долго значит надо влиять быстро влиять нельзя слишком быстро ждать и не за слишком долго середина середину но опять же на сушке мое мнение то что я замечал практике я может только затянуть слишком быстрой сушки не бывают нельзя так раз загрузить кофе он прям посушился дошел до елого замки невозможные 2 минуты ну нет такого не бывает разворот елого у тебя не было вообще ни разу у кофе есть своя плотность и кофе есть своя влажность кофе и своя температура ну то есть поэтому слишком быстро посушиться мне это утопия хотя можно может можно да если ты открыл вот развел костер прям открытая вон сюда кинул бочку с кофе он посушится моментально прям ела будет на разок но это коммерчески неприманимо и никто не разрешит но но идея есть уже до выход есть всегда пробовать насколько я понял то очень быстрая сушка ограничивается нас скоро вам смысл не так скорчь все-таки эта штука вопросов перегрева и слишком долго контакта то есть как бы скорчь может быть на первом этапе но не только смотря на сколько просто я вот не знаю как дима я экспериментирую с оборотами барабана для формирования сахара но если слишком увеличить центробежная сила просто начнет прижимать зерно то есть уже пойдет уже тоже на шести килограммах 50 процентов загрузки в среднем 40 50 и как бы я для себя пробовал увеличивал незначительно там гис они до плюс 2 герца например получала слаще чашка яма и не яма неважно ну скорчинг нас температуры загрузки и раскаленности металла еще прижимная ну как бы в интервью с коли было то есть реально в плане кофе в плане продукта это очень много факторов то есть нельзя сказать что конкретно из-за этого то есть если там плотность большая колумбаса например да там адаптация не адаптация но ты когда там условно загружаешь на 50 процентов повышаешь после либо минуты либо точки разворота да вот то имеет смысл некоторых особенно натурал как например если это плотный кофе плюс машинка на которой жарится то есть не знаю как по мне в гисоне нет вопросов адаптации адаптации честно на нем можно пробовать жарить дефекты если интересно но это сложно если мы затягиваем сушку каких во первых это временных рамках идет речь и что мы получаем потом во вкусе там на эспрессо на фильтре ну как правило у себя я делаю сушку до 40 процентов до 40 процентов от всего общего профиля если мы говорим про эспрессо на фильтр 6 7 13 это же затем 6 от 6 до 7 ну да и сушка 5 6 минут в пределах от общего профиля 40 процентов это нормальная сушка если сушка идет уже с привык свыше 40 процентов либо как сказал мой ученый коллега от 6 до 7 13 минут тоже появляется нюансы во вкусе во первых у кофе в проблемы с тактильностью уже после того как выпивать глотовка эспрессо уже появляется ощущение сухости во рту хочется запись хочется большую жидкость и больше влаги почему влага слишком долго уходит потому что потом тактильно восполнить красный баланс недостаточной влажности хочется воды сушится кофе высуга естественно выходе кофе сушит значит у нас вопросы к первым этапе обжарки слишком затянуто сушка очень долго кофе набирался энергии очень медленно уходила влага ну и потерял соответственно тоже потерял крык уже не с того даже даже не та влажность не та интенсивность какие вкусы можно получить ну кроме того тактильности что сушит во рту какие вкусы можно развить если сушка очень длинная будет я не совсем корее согласен что это корректное представление о вкусах ну то есть помимо сушки у нас есть еще весь остальной профиль и вот остальным профилем можно вкусы сушки либо забить либо подчеркнуть поэтому говорите что конкретно вот на этапе сушки формируется какой-то вкусовой букет то но это неправильно на этапе сушки кофе сушится пока ничего не происходит химия молчит самое главное на сушке это просто не не додать энергии то есть не затянуть про лишь 5-6 минут это эспрессо на фильтр сушка также или чуть быстрее мы проходим на фильтр можно чуть быстрее но опять же все упирается в возможности ростера и в объем батча если мы говорим про полный батч как в прошлый раз говорил николай это 12 килограмм то как бы сильно я не хотел ускорить сушку я могу только с бубном потанцевать потому что загружаю на стартовку сна еще зажигалку снизу поставить и ждать батч полный мощность горелки сто процентов все больше ничего не могу еще накинуть оборотов все это критично давать на 12 до на тебя быстрым на критично это ничего не поменять в игру 10 секунд за молодец медаль скалта получит потому на полных матчах фильтра сушка такая же как и на эспрессо первый этап никуда не девается мы говорим о сушке с минуты не с минуты с момента загрузки до елого или с момента разворота да и с момента завтра общаешься и есть какое-то недопонимание а потом выясняется что у одного это там загрузил пошла сушка дрога нет нет я с момента вот считаю развороты тоже индивидуально не знаю это загрузки но это же уже идет тепло доставки уже получает верно в барабане зерна загрузила зерна перемешиваются обжарка идет процесс пошел также по поводу елого есть вопросы как вы отмечаете потому что ну кто-то там на гизанье жарят тут елого 150 градусов все у нас елого кто-то на гизанье ну мы контор конкретный рост говорим сейчас 160 градусов вот написано инструкции на елого весь кофе 160 градусов в какой инструкции какой инструкции а вот здесь зайти на их сайт там есть какие-то рекомендации по обжарке они там пишут что на этом рост и елого 160 градусов 3 обжарщики говорят там ну как так каждый кофе по-своему надо смотреть нужно один кофе там на сто пятидесяти пяти градусов может сушку отметь другой там сто пятьдесят восемь сто шестьдесят то есть по-разному тут надо смотреть вы автоматом ставите или все-таки смотрите на зерно автомат смотрим я смотрю на опять же я смотрю когда это новый кофе когда вы первый раз жарю и когда допустим там первые пять бачи вообще за этот день пока динамика не появилась пока роста не набрал обороты пока вот что-то может поменяться это имеет смысл если я жарю скажем какой-то кофе которые жарю изо дня в день каждый день по много бачи я уже плюс-минус понимаю какой у него как у меня проходит процесс поэтому подхожу к температуре ел опять же собираю статистику смотрю на кой температуре этот кофе доходит до ел и после этого на этой температуре я для себя отмечаю есть или нет если нет отлично ждем ел отмечаем новые даты собираем новую статистику вводим новые данные нельзя просто пальцем в небо сказать о гейсон скал 160 значит 160 или а я жарю сейчас плотный кофе значит это будет наверное где-то 162 потому что уже плотный надо больше нет 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 информация статистика анализ по-другому ничего не работает но это знаешь как я вот смотрел некоторых ребят ну тех же чатах кофейных и книжки скоттер аут это пособие обжарщика да то есть у него это пишется тоже рекомендации ты абсолютно правильно сказал что гейсон пишет что это рекомендация но некоторые слова рекомендации воспринимают типа золотая истина и но ты должна работать нет это рекомендации ты можешь так взять а может так не делать и в этом есть смысл то есть чем больше ты попробуешь тем больше ты сам методом проб и ошибок обжарочных потому что как по мне обжарка это полностью история тип про свои ошибки про свои пробы то есть не так что типа учись на других ошибках да можно прислушаться каким-то рекомендациям где-то он совпадает где-то нет ну то есть и от этого уже плясать просто ура учет прикольно то что он дает какие-то точки за которые ты можешь от которых ты можешь отталкиваться то есть не полностью установляя история которая в голове складывается по мере набивания синяков вот именно вот ты уже что-то знаешь и от этого можно плясать ну вот это прикольно но это не библия по которой там четко надо идти инструкции инструкции по обжарке насколько знаю ни одной нет по которой вот можно использовать рабочие мне еще кажется что у каждого обжарщика ел на глазомер у каждого свой ел кто-то там считает там желтым там один цвет кто-то говорит и что он еще не желтым там еще немножко зеленее надо еще подождать ждет еще видишь я последнее время начал замечать что по графику когда рор рисуется то есть идет энергия практически и воздух неизменный до майяра и заметил что в принципе небольшой скачок на роре соответствует начало елова ну то есть когда уже зерно ну не знаю как бы для меня это такое зерно тебя само говорит что вот типа все не нормальной энергии давай чуть-чуть подскинем вот такая вот тема ну это мои еще могут быть заморочки чем пахнет зерно на елой вы нюхаете зерно на нет конечно очень много картина фотографии интернете смотришь там все там нюхают постоянно мой нос видели сайт полтрайера и обжечь слизистую зачем это делать антихитлеровские усы это шрам нет зачем что может не у него у него есть запах то есть это запах хлеба это вот хлеба макароны отлично что это дает ничего не дает так и зачем он пахнет достаточно долгий промежуток это дает красивые там типа красивая обложка тип достает прайер но вот что меня смутило него или стенка барабана и вот он упирает руку в стенку барабана и типа поддерживает под низом прайер может у него термостойкая рука да может это просто деревянная же третье если сушку мы прогнали быстрее чем чем хотели как-то отображается на вкусе там на вкусе в принципе если дальше идет адекватная коррекция температуры воздуха то в принципе она приходит тот же профиль но если дали много энергии пролетел потом майор соответственно не до формировались сахара потом понесся крэк с бешеным темпом во первых неравномерность сама обжарки во вторых я не думаю что вообще какой-то баланс будет и грубо говоря на крэке ты его уже не словишь ну то есть там просто дофигища энергии вопросы зала на стадии на стадии сбора это очень важно как только вы открываете шипер сверху кофе попадает в барабан даже еще раз даже еще до загрузки в лейку слишком рано уже нижний слой кофе типа на садовом она грел очень прикольно сказал один из участников чемпионата россии типа зачем по он говорил такую классную тему говорит выигрывает не тот кто вкуснее всего пожарит а тот кто знает где не потерять баллы они потерять баллы можно на любом этапе вот так же и с обжаркой то есть условно говоря ты там кофе должен пожарить на 100 и этот 100 отнимается ты не должен терять вот эти вот баллы то есть насаде обжарки запороть можно но где угодно как вначале можно запороть закинуть на высокой температуре там обжечь кофе там на раскаленный барабан и наоборот засыпать на очень низкой температуре да при этом можно добавить на выключенные горелки на некорректных оборотах барабана со слишком большим аэрфлоу или маленьким да но еще в принципе не самому так страшен к более высокой загрузки ну то есть у него барабан адекватно ну гисунда но опять же не все ростры гисен но все гисен росты в любом момент что-то может пойти не так ну в принципе в целом где-то отвлекся что-то не переключил не убрал горелку не добавил горелку что-то сделано так с воздухом все может пойти по бороде условно говоря там иногда не придавил даже в конце уже обжарки воздух ну или он слишком больше оборотится все тоже теряешь интенсивность вкуса и в принципе тельность самого кофе и говорил по поводу недостаточно аэрфлоу на начальном этапе на сушке как аэрфлоу влияет на вкус вот если он будет там недостаточный либо чрезмерно большой тут мы загрузили кофе у нас там аэрфлоу там на самом минималке или наоборот вольнули хорошенько так и сушим ну из того что я замечал опять же таки это только мои практические выводы то слишком низкий аэрфлоу ведет к тому что появится копченость во вкусе кофе закоптится слишком высокий аэрфлоу ведет к тому что химические процессы будут проходить смазан вообще все этапы будут проходить смазан профиль растянется соответственно у нас будет дольше по времени сушка чем она должна быть после этого дольше маяра и после этого для того чтобы дойти до какой-то там температуры выгрузки нам понадобится больше времени мне потому что энергия горелки будет постоянно с противопоставляться с мощностью арфы сми категори и выдуваю да по факту мы очень хорошо греем трубы то есть аэрфлоу может нам растут сушку по сути слова может растянуть весь профиль по сути если слишком высокий показатель фол слишком высокое разряжение то в принципе вся наша энергия внутри барабана будет уходить частично то есть ему уже считаете жарим не на условно точки для примера не на 100 процентах своей горелки а на 80 просто уже 20 процентов уходит в воздух плюс эффект фена эффект фена когда ты не в атмосфере жаришь а просто как бы еще просушивая зерно просто слишком быстро продувать через него воздух если мы жарим сухой кофе ну какой-то там но я имею ввиду не обработка а там старенький кофе уже и например это колумбию свежие этого этого года достаточно такой нормальной влажностью аэрфлоу по-разному надо выставлять для этих кофе из них этим добиться вы просто есть мнение что там рифлоу на там особенно на стадии сушки выдувает там какой-то влага помогает нам выдуть подсушить кофе определенно и если кофе старенький там у него уже там не знаю 7 процентов влажности чтобы хотя бы там на креке что-то осталось то нужно аэрофлоу там на минималку поставить чтобы чтобы было чем мог этом крекать я бы сильно аэрофлоу не игрался бы скорее игрался горелкой на подача энергии чем воздухом то есть аэрофлоу в принципе можно статично выставить смотрят никаких целей мы хотим целом до перейдем к следующему этапу уже нас наступил ела и началась реакция моя до до крека на этом этапе что мы можем как мы можем повлиять на вкус что мы можем заложить и наоборот там каких моментов избежать я даже на майяре не могу сказать что есть какая-то определенная привязка к времени к процентам что мы жарим под что мы жарим чего мы хотим добиться в конце на сколько потенциально интересный кофе в плане кислотности как раз на реакции майяра мы развиваем нашу кислотную базу наши кислотные вкусы вот эту всю группу плюс закладываем потенциал для развития сахара на уже девелопменте наше время майяра сложный сахар развалится на простой сахар и чем больше нас простого сахара тем интереснее тем полнее он сможет потом развиться на в 1 development то есть основное это мы развиваем кислоты фрукты и цитрусы и цветы всеобщепринятые интересные интересные вкусовые группы но также мы заботимся о том что когда кофе кракнет на development у нас было что развивать на что если сахара development майяр пролетел мы кислотами не занялись соответственно у нас простая кислинка во вкусе не сформировали почву да при этом очень много сложных сахаров которые нибудь не вариться не развивался и карамелизация но сахара за которые дима говорит есть это потом на стадии приготовления да то есть есть соли кислоты сахара простые сложные которые надо растворить то есть под действием давления температуры вот и есть риск просто их не доформировать и не будет более сложно растворимы не задать правильную экстрактивности по сути да вот это все регулируется временем за которой мы проходим реакцию майяра или или чем ну по факту все что мы делаем в процессе обжарки влияет непосредственно на время продолжаем видит так вот садимся чтобы мы не делали как бы не называли что мы что-то делаем энергией мы ее даем больше любым ее даем меньше это в любом случае непосредственно влияет на время поэтому в итоге если мы затягиваем моя то есть у нас там от елого до крека там проходит какое-то достаточно большое время там пять минут там не за там затянулся там шесть минут никак как не можем получить какой кофе нас на выходе получится что но если мы говорили о сушке там затянулась там получилось там сухость во рту сушит что майяр дает затянутость тоже ждает недостаточную влагу и активность влаги на самом креке то есть соответственно где-то просядет интенсивность если для эспрессо интенсивность она важна не так сильно на фильтр то есть фильтр прямо дать столько энергии чтобы сконцентрировать то есть раскрытие самого зерна то все-таки на эспрессо чуть больше времени но и вот из личного опыта то что я замечал плохо когда майяр затягивается дольше чем сушка то есть условно говоря ну опять же если по проценту то там 40-40-20 или там 40-35-25 ну 25 конечно жестко на развитие ну какие там 40-45-45-10 ну я просто чтоб не было одинаково либо майяр должно быть короче сушки да ну я стараюсь чтобы короче был но при этом он чтобы не был меньше трех с половиной минут опять же это если по времени потому что не успевает говорил дима сформироваться полностью все сахара по сути ну реакция майяра да это взаимодействие аминокислот с углеводами с сахарами то есть да поэтому она и комплекс потом в дальнейшем на креке поможет нам добиться баланса то есть с теми мы можем собираемся на противника кислотами если слишком долго то получается опять же период развития то есть уже идет не развития до сахаром а разрушения то есть поэтому получается что дальше опять же баланса и комплексности будет сложно добиться эта стельность тоже будет проседать просто тельность очень сильно выбиваться кислотность притом некачественная кислота кислота кислоту что же надо правильно сформировать на уже нояр на фильтра для фильтра и для эспрессо отличаете или по одинаковой схемы проходит нет не могу сказать что по одинаковый по кофе под фильтр мы все-таки стараемся жарить с просадкой по горелке кофе на эспрессо то чаще всего это как раз пора сверху вниз безопасная схема вот она работает на эспрессо да на фильтре нет и соответственно из-за этого из-за просадки на самая растягивается но при этом за счет того что мы перед краком даем большая интенсивность у него есть энергия чтобы хорошо кракнуть и после этого не еще хватает динамики чтобы тянуть свои простые сахара уже на стадии карамелизации для ночи если мы пройдем моя рочь быстро там за три минуты там за две с половиной минуты какой кофе по вкусу получится плоский сыра проходим майор у нас значит достаточно очень высокий рот соответственно на краке мы можем выключить горелку и у нас все равно кофе будет развиваться очень интенсивно поэтому скорее всего мы получим ну как раз вот те дефекты которые не связаны с майором сказать мы пролетим все на свете и получим же просто пережаренный кофе кислотный недосформированные но при этом обугленные очень возможно что мы словим комплекс дефектов который может можно словить жарко в одном зерне на каком этапе и каким образом может там в кофе сохранить его кислотность либо наоборот и убить точно также там подчеркнуть там сладость или наоборот это уже мы говорим уже провал диалога я за все на если мы плохо развили кислоты нам нечего сохранять и мало развалили сахара нечем балансировать поэтому на всех этапах конкретно про интенсивность или просто про сохранение конкретно с каком на каком этапе мы будем балансировать наш вкус то понятно что мы будем балансировать уже надо волонте на после краковом развития но если не было бы гранд это до development а то чтобы мы не делали у нас очень получится что мы уже пролетели сушку мы прилетели майором прилетели сушку можно вопросом мой к смарт и забороть сладкий кофе уже не получится нашу сахар тоже разогнался сахар достаточно то чтобы быстро горит он очень хорошо набирает температуру точно так же в динамичный термодинамичного быстро набрал температуру после этого он очень долго отдает и тогда и период температуры достаточно большой потому чем больше мы до крака даем энергии тем больше потом этой же энергии после крака отдаст наше зерно там если мы все пролетели зерно кракнуло то даже если мы выгрузим на наших же условных там заданных спланированных градусов то во первых мы не попали в цвет во вторых у нас не равномерная обжарка всего зерна и в третьих в охладители у нас еще там градусов 35 я думаю где-то так нами на полно базе на он довольница уже даже с работающим охладителем потому что мы раскачеварили мы открыли фартоват поэтому ваших встречается приоткрыть все черти обжарки вот когда планирую себя обжарку то есть себе сразу заранее планирую что именно я хочу допустим там я хочу выгрузку 208 условно которые пройдут за минуту 50 это будет равно 20 процентов развития и вот тогда уже я могу повторять этот профиль если все три величины совпадают значит я могу быть спокоен кофе будет одинаково экстрактивный он одинаково разве и он одинаково прошел где тогда понимаешь да 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 то есть в этом вся идея нельзя привязаться к процентам или что 20 процентов развития для эспресса очень хорошо буду целиться в них хорошо на чтобы 20 процентов за 201 выгрузка поздравляю энергии мало с пробующие если это будет 225 поздравляю перестарался давай полегче опять же там от батча к батчу по мере стабилизации машинки процент меняется то есть время само тоже корректируется процент остается меняется время процента вот и получается что процентного тебя одно и то же химические процессы совершенно разными совершенно получились на разу другое смещение в плане химии который выжаривать надо до всего лишь до выжаривать каждого своей фишки их нужно тоже соблюдать и развивать но я не могу сказать что мы ты жарить просто натурально жарить тяжело или натуральный жарить просто он все равно будет вкусные ферментные а мы ты надо выжаривать что кислотность не выбилась мы не наоборот надо сохранить чистоту туда заданности некоторые анаэробки ведут потому что ровки пост ферментации все все у чего изначально в зеленке сильно разрушенная структура все пористое зерно которая энергия пролетает насквозь его жарить да там есть нюансы плюс анаэробка вспомните сохране равномерно по самому зерну только трор ну типа чуть-чуть сложнее с прогнозированием то есть но в целом не знаю как как по мне на натуре главное просто не запихать не столько энергии что ее потом не словишь потому что все таки она чуть чуть более требовательны не слишком высокая русские скажем ну просто если какие-то топовые любимые если какие-то которые очень в чем вообще сущность этого роста в чем важный момент по работе какой себя должен вести ну вести он все должен хорошо слушаться слушать слушать очень важно мало мало кушать много работы много работать желательно не уставать чем дольше не стоит тем лучше был прикол что после этого национального чемпионата в девятнадцатом году тоже спрашивали говорит на ком-то типа has garanti тот который там на работе больше понравился я говорю я как-то так придумал эту фразу блин ты это великая фраза этот философ дофига короче ну это лучший ростер тот за которым ты работаешь вот для себя это лучший ростер на данный момент во-первых у тебя нет другого или должен уметь работать с ним ну то есть и это действительно будет для тебя лучшая машина потому что я будешь знать ты будешь знать как с ней работать есть возможность там дальше что-то более дорогое современное или там модернизировать свой то есть тоже классно у меня есть товарищ который там со своего топера вообще там пушку ракету сделал где потом от опера остался у него такой корпус ну как бы поэтому такая штука как и со стилем обжарки индивидуально каждого роста рейс свои особенности свои нюансы в принципе кроме как в работе в ежедневной постоянно их познать невозможно поэтому пробота есть свои плюсы в весны свои плюсы у дитриха свои плюсы обжарщику борода шапка дает плюс к левелу просто когда смотришь какие-то ролики особенно особенно европейские обжарщики там очень часто там шапка там обжарки все бородатые мне говорят неправильный обжарщик без бороды и я не могу себя заставить шапку так еще татухи на руках тут смотрите какой рука где-то не туши у меня есть ответ на вопрос почему борода и почему шапка так можно поспать на 10 минут дольше так можно поспать реально 10 15 минут дольше на что голову можно не мыть и за бородой не видно что я на подбородке вчерашний ужин это все аргументации которые могут как-то вообще что-то объяснить других нет волосы не подниму с мячками насколько часто обновлять информацию помимо практики журнальчики тесте кофе те же которые часто хорошие статьи очень пишут у нас ребятики некоторые иногда там больше по сенсорике там иногда выкидывает иногда некоторые обзоры оборудования делать то есть в телеграме когоист это тоже не надо интересный эксперимент делать машинист машинист более оперативную информацию чем от другого человека узнать невозможно то есть я пообщался с толей поделился мыслями то ли поделился со мной я с его информацию принял для себя обдумал понял с чем я согласен еще с кем-то обсудил то ли с кем-то да 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 ну то есть вот такого вот живое общение плюс очень помогает что мы работаем в компании у нас есть бариста тренера и дальше от них можно услышать фидбэк чем больше плохих фидбэков я считаю тем лучше ну что вот когда человек понимает что и этот кофе вкусный и этот кофе вкусный и там не сказали что все классно тут не сказали продукт классно эту что кофе потрясающий значит я молодец это утопия это путь в один конец это путь куда-то на бежу труда в алкоголизм возможно дальше с язвы в больницу но типа да 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 это все не работают чем больше тебе говорят что ты материться все еще не задан очень же довольно сами себя ребята что ты что-то делаешь неправильно что-то может сделать лучшее еще лучше еще лучше еще лучше мне не нравится это нравится она это плохо вариться это мне нравится на это вариться каждый день по другому уже время прошло типа лишь придумай как это решит тем лучше тем больше первых внутренняя мотивация совершу развиваться во вторых тем больше растет виски учимся больше проблем ты смог смог решить не на этапе вот здесь сейчас настроить сварить и на этапе вот там пожарить чтобы здесь больше этой проблемы не возникало тем будет проще поэтому я все-таки за общение общение обмен информацией мыслями чем меньше зона комфорта тем быстрее развитие и качественные насколько часто меняется в обжарке насколько сильно изменился какие-то там изменения такие которые существенно повлияли конечно конечно за двадцатый год поменялось все абсолютно вообще вот так да вот так всех взяли так а вот и обжарщик малый бизнес заим по сути зерно бабло ростер посыпался все посыпалось и так с половиной рынка и так в половине мира но в очень жесткий локдаун это конечно ничего не работаю во второе полегче люди как-то научились лавировать и обходить все эти запреты и преграды на первый был жесткий ты едешь на работу приезжаешь тебе говорят ну пока мы с тобой через два месяца и раньше была работа завод не остановится ничего не остановится на просто объемы так раз и сузились но на это в это время было время во первых пересмотреть все профиля пересмотреть весь ассортимент пересмотреть обжарки полностью переработать и типа выйти из карантина еще даже чуть более подготовленным к рынку к реалиям и к запаре сколько в идеале обжаркой и заниматься в неделю то есть можно там чуть-чуть или там уже три дня чтобы это было качественно чтобы а другой вопрос а зачем привязываться к времени все должно быть продуктивно вы можете жарить два часа в день это лучшие бачи ваши на данном этапе которые вы считаете что вот они хороши но могут быть лучше всегда может быть лучше по-любому всегда может быть лучше но если вы за два часа выжариваете этого хватает все хорошо разлетается хорошо продается при этом вы пересмотрели еще очень много какие-то нам сопутствующих материалов сопутствующей информации то эти два часа они продуктивные с этого хватает чтобы быть продукт тем быть на плаву зарабатывать и быть актуальным супер класс если вам для этого нужна неделя значит неделя но вопрос в том насколько вы продуктивно сейчас на рынке украине украины появился там супермаркетах кофе старбакс компания нас лера сколько я знаю представляет его в украине как это повлияет на обжарщика украины никак позитивно или как-то вот подожмет немножко или наоборот мы с радостью встретили этот кофе под наконец-то люди поймут что такое там более качественный кофе чем масс-маркет честно еще не пробовали нет надеюсь попробуем конечно вот или попробуем мы с тобой прикупили пачку зерна как сына варим можем можем переписать пролетают обжарщиков которые очень радостно встречают продукты классно классно вот люди поймут что такое за дорого там средний очень средний кофе нет мы сначала попробуем возможно и мы ошибаемся но на самом деле плюс большой в том что люди все-таки приходят к зерновому кофе в любом случае надо продолжать приучать к культуре потребление но это во всем то есть если там замечал потому что по крафтовому пиву там там по чаем по кофе то есть люди хотят изучать и добиваться этого хорошего вкуса нельзя говорить что типа например этих посмотрите какие мы классные то есть делай классно жарь классно это офигенно но на этот продукт тоже будет покупатель если например окажется так что это вкуснее чем какие-то там другие тоже импортные ребята которые там может быть хуже не знаю что пачки то это классно если человек там типа с более плохого кофе перейдет на этот это его шаг к развитию то есть он дальше значит захочет сделать следующий шаг типа сегодня завтра да да ну это основной прикол в том что ты приходишь к этому окей я пока не начал с кофе работать латешка с сиропом это офигенная штука была сейчас я такой смотрю блин как такое можно было пить но вот это вот развитие у каждого то есть иногда полезно переключиться на что-то другое во первых это помогает в понимании своего продукта то есть он например да там помимо самого кофе ты там пьешь чай но при этом хорошая чай понимаешь какие вкусы есть в нем сравниваешь типа с кофе потом ты например берешь крафтовое пиво хорошие да и сравнишь там тельность это все ну то есть тоже красное пиво здравствуйте это кодовое слово на которое дима за я когда начал искать вкусы в кофе я начал искать вкусы вообще в любом продукте то есть у меня появилось что перед тем как что-то съесть это понюхаю и это понимаю уже после того как я понюхал типа то есть не было такого же понюхал о типа такой запах оценил съел а потом ты смотришь что это макаронина и думаешь нафига ты и нюхал вообще типа вот такая вот штука то есть ищешь уже культуру потребления не только в кофе во всех продуктах отсюда и крафтовое пиво крафтовое пиво который очень-очень долго никарагуала спина с марокатура на есть от жарки фильтр в обжарке эспрессо очень хорош просто это единственное да я единственное кого он есть привезли чисто под себя там же вы выбрали его всего 13 мешков осталось сальвадор финка хильвете тоже натуральный сальвадор тоже эксклюзив его было четыре мешка мы его весь забрали вот что еще могу после вот из моих любимых как бы они полностью совпали с тем что назвал дима очень потенциал от природы громадничьего хорош даже честно очень сложно найти наверно человека который плохо ее приготовит ссылочка будет в описании надеюсь поэтому да что хочется сказать обжарщикам иногда голоса в голове это просто голоса не обязательно их слушать а сердце стучи с таким до 40 роз тара ты смотри сюда скрипы ростера тебе не кажется они есть до 40 роз тара ты смотришь до 40 роз тара ты смотришь